Спасибо огромное Татьяна Юрьевна. 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 Мы с вами прекрасно знаем одноуровневую систему. У нас тут же есть вкладыши по доменным ведущим повышениям, которые пациенты выявляют. Почему? Потому что это очень важно не только оценивать эффективность, но также проводить активно-революционную оценку. И на основании комплекса над центром членов МГБ разрабатывают индивидуальный проект с выставлением для не только пациента, но и для лица, существующего ухода, особенно для пациентов после упоминания, центральной нервной системы и аппарат. Оценку проводить и проводить также соответствующие решательства для коррекции. Оцениваемые позиции МГБ структуры, функции активности и участия факторов окружающих средств. С постановкой цели наиболее актуальных на сегодняшний день, ну в качестве примера, нормализовать настроение, возможные уменьшения эгрессии, тревоги, необходимо обязательно консультировать клинического психолога и при необходимости психотерапевта. Поэтому на 0,5% у нас в отделении также присутствует психотерапия. Мы внедрили педагогу для такой мультисторитарной команды, еще несколько лет назад, сейчас выставляем диагноз в соответствии с этим ICF в коротком опроснике, используя соответствующие шкалы. Вот как выглядит, например, краткий опросник у пациентов, страдающих боли, не в частности, как и в категории нарушения структуры, функции самообслуживания, до и после. И определение реперационного потенциала в зависимости от того, сколько баллов мы с вами, на сколько баллов оцениваем у пациентов до и после проведенных реперационных мероприятий. Мы с вами прекрасно знаем, что ранние пациентационные осложнения, как и поздние пациентационные осложнения, конечно, некоторые из них мы с вами предупреждаем, благодаря первому этапу оказания помощи на базе реперационных мероприятий. И вот после меня как раз будет делать доклад на базе реперационных мероприятий, которые были исследованы, я говорю, сейчас в первом этапе протоколе в медицинной терапии. Многие пациенты у нас, которые проходят лечение на базе реперационных мероприятий, нахвачены сразу же клиническими психологами. У нас есть таких очень активных групп психологической поддержки и клинических психологов на данном этапе. Кроме клинических психологии подоплачиваются физическими методами лечебной физикотуры. Из физиотерапии мы используем пневмокомпрессию, реперационную терапию для стимуляции кишечника при необходимости. И с первого этапа мы управляем на второй этап, в зависимости от шкале реперационной маршрутизации и по самой шкале, если после приколом постели, у меня будет 4 или 5. На втором этапе оказания помощи на базе, в частности, учреждения пациентов для ветеранов Коми-Корда Казани будет стать 103-кой реперационных на данном этапе в этом учреждении. На втором этапе мы охватываем пациентами уже реперационными технологиями тип мозг-компьютер-интерфейс Казахи 2 пациента, оперированные на головном ноге и на спинном ноге, соответствующие технологии метанотерапии. Соответственно, мы получаем, кроме роботизированной технологии, это компрессорные массаж, частотные магниты терапии, ну и, конечно, технологии, как вы видите, на слайде, за имение времени, чтобы быстро пополистить ханотерапию, стабила, терапию, которые были бы оперированы по поводу тотального антиферонитозабельного состава. Мы используем так, что тесты шкалы, соответствующие чеканного консультента ЛИТ и оцениваем эффективность мероприятий предъявленных. Это по уменьшению болевого синдрома, увеличению амплитуды, соответственно, суставы, уменьшение не только мышечной силы, мышечного тонуса и вносливости, но и подпочеки суставов. У пациентов с табами нарушения мы используем общую магнитную терапию, рептор, стимулятор соответствующего мочевого пузыря и оцениваем эффективность лечения по как раз клиническим функциональным методам. Соответственно, это тесты и шкалы, которые мы используем, и, конечно, качество жизни по ЭКЮ-5. Если у пациента имеют осложнение в виде пореза, лимфосказа, кроме низкочастотной магнитной терапии, мы используем низкочастотную электросимуляцию и функциональную электросимуляцию. Из осложнений пациентов, которые поступают к нам на второй этап, это стимуляторопия, осложнение лучевой терапии, мы используем по данным, который на 111 уровень доказательности поляризованности. И опыт пациента на, соответственно, втором этапе показания помощи способностно с токтомическим синдромом, мы также используем по зависимости от следующего синдрома, управляя задачи. Это уменьшение лимфового синдрома, уменьшение отсека, увеличение амплитуды, движение в снецами. И, конечно, используем, кроме физических методов лечения, основной, конечно, это лечебность и физкультура, это работа с клиническими психологами, соответствующие критерии оценки, уменьшению объема хроничности, улучшение венозного оттока, конечно, улучшение функции подвижности, лимфового тонуса и, как общая, улучшение эффективности, шкала функциональной независимости. Два нескольких, покажу несколько слайдов. Третий этап оказания помощи на здоровом, который в клиническом этапе, включает в себя достаточно инновационные технологии не только по физической терапии, но и по физической терапии, но еще и технологии, такие как виртуальная реальность, антипотезонная, механотерапия, гидротерапия и другие методы. Таким образом, учитывая реализацию плана на 2020 год, по второму, соответственно, профилю этой соматической реабилитации, его оценивают количество пациентов и годно почти в 1,7-1,8 раз увеличивается количество пациентов, охваченных на следующем этапе с пластмассо-экономическим синдромом, все позволяет нам, конечно, повышать качество оказанной помощи. 15 снотурно-курортных учреждений охватывает снотурно-курортным лечением наших пациентов. И, что очень важно, у нас также осуществляется наш ведомственный контроль, который позволяет нам оценивать качество оказанной помощи как один из критериев, и это анкетирование удовлетворенности пациентов, в том числе инвалидов, приобретенными слугами. Вот на слайдах перейдем вопросов, которые учреждения, которые мы охватывали, соответственно, опросами, и порядка 75-82% пациентов у нас у нас введены качество оказанной помощи. Только введу несколько слайдов, что мы увеличили международный фонд. Вы видите, на слайде, сколько у нас в 2019 году был прирост у пациентов, охваченных, в частности, после удаления мини-мини-умы. И, соответственно, оценка на всех трех этапах данных пациентов позволяет нам лучше целевые показатели медицинской реабилитации. Это не только увеличивается количество направленных пациентов с локарственными образованиями, но и самое главное – повлиять на структуру первичной инвалидности, особенно среди каждого старшего 70 лет. Вот в 2019 году мы отмечали снижение структурии первичной инвалидности у пациентов с локарственными образованиями. Их неважно 1,4% снижение инвалидности среди пациентов трудоспособного возраста. Таким образом, эффективность терапии – это возможность сравнения гипотареволидации, показатели цифрового выражения, высота и дотопытность. позволяет достигнуть синдекативно оценок пульта внедрения программы реабилитации до соответствующего 2022 года. Коллеги, благодарю за внимание, я постаралась быстро уложить... Продолжение следует...